Девушки отдыхают Продолжение следует... 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 И, ну, там хочешь, не хочешь, разок ты попадешь на дасте Это все-таки карта такая Сотвика первым номером просто говорит С Юмпа, иди, будь пушечным мясом Или сделай так, чтобы пушечным мясом являлись твои оппоненты, видимо Подбайти тут патс сейчас и, в принципе, уже пошел демат Что от Сотвика зарабатывает 600 долларов, 1200 Минус 5 без потерь эспада Вот то, о чем мы говорили Они даже гранаты не успели потратить А значит, не придется перезакупаться Тратить элементарные полторы тысячи долларов Но при этом, при всем, появляется авик от Шира И будет ли сейчас упор То есть тот же Сотвик может в теории купить авик своему тиммейту Да, там перетропываются кое-как Ну и КФТП 2, 08 на Гамбит в начале Такого, ну, мы давненько не видели, на самом деле Чтобы Гамбит еще в роли аутсайдеров выступали Тут, видимо, еще от статистики люди отталкивают После того, как на предыдущей карте зашел коэффициент 8,5 Я вообще ничему уже не удивляюсь И просто смотрю за красивой игрой Пенниган пытается выйти под яму Отцель на угол И Пеннигана покоронили в этой яме При этом под сильным еще и Диму убивают И Камбит и Амстрас на первом же девайсе нам дают сдачу Но до конца ли они ее дойдут Просто на базе бета все очень шатко И Сотвик, возможно, не читается в таком раннем тайминге Да, его не контролит Ты посмотри, там укроп с гранатой Сотвик Сотвик Ты как он не увидел? Как он не увидел игрока в сайте? Ну ладно, отстрелил Супра, это уже классно Минус еще один опорник И вот такие вот перевороты случаются на дайте Ситуация уже 3 в 3 Хотя только что вы делали 2 энтрифрага И как это ретейкать? Да никак, у вас гранат нет Один молотов всего-навсего есть у Акселя И вам куда будет не засейвить девайса А Декстер даст ли? Тут дело в том, что что не делает Декстер одного точно должен забирать Выбор Оп, минус авик Все И теперь в бутербродик можно зажимать Интерн за спокойный Ему надо идти, ему надо пушить Пути назад нет Получай в затылок И это очередной раунд для испады И вот Атака славится, конечно, знаешь, такими раундами То есть сплит базы Б Он смотрится и в ситуации 3 в 5 Классно И 3 в 3 И что бы ты ни делал Всегда точка Б является таким Планом Б очень неплохим Сейчас снайперскую винтовку На халяву вы получаете Надо Сотфику сменить девайс Скальта на калаш, естественно И все шикарно для испада После 4 раунда Пятый им также должен ходить без проблем Потому что никаких бонусов у комбит нет Накоплений нет Экономики нет Сотфик Я просто Ну, типа, он фармит Он фармил Получается 3 раунда подряд Чтоб ты понимал И в каждом из раундов находил Ресурсы дополнительные В итоге у него уже 10к долларов Так-то И Аксель, я так понимаю Засейвил все-таки калаш каким-то чудом Ну, неплохо От него можно будет разыграть Но придется не от сайти Какую-то применять Возможно, шорт укрепить Это всегда смотрится неплохо Чисто подразумение сыграть, допустим Ну, не бы на 3 Выстрел какой-то Быстрый прожим коридора Не стали делать ни с той, ни с другой стороны Но, понятное дело, что Дима здесь на контроль больше стоял А вот Супра мог как-то попробовать поддавить Ну, то Аксель, конечно, 50-50 позиция такая, знаешь Он, типа, не вместе с тиммейтами Разменять некого И при этом лонг не захвачен Вот сейчас, видимо, в шорт пойдет Интересная задумка может сработать Если спада, знаешь, так неожиданно ворвутся на пробеты И вот можно было бы их наказать Если бы калаш был чуть-чуть поближе хотя бы Под флешку легкий фраг для сотвика Можно десантироваться, забирать Акселя под КТИ И тут воз двух сторон могли бы поддавить Первый, второй А вот это уже интересно Давайте по одному, по одному ко мне Говорит Аксель, но не пойдет никто Это странно выглядело Сейчас, конечно же, Супра может подобрать себе еще один девайс И уже один калаш превратится в два калаша Раунд под номером 6 станет куда опаснее для спада Либо пойти за ними охотиться У вас денег, куры не клюют Скорее всего, да, второй вариант Ну, тут такая ситуация, знаешь, с шаткой очень Побежишь, потеряешь лишние вэпоны У тебя, конечно, их очень много Но, тем не менее, это, знаешь, такие лишние смерти могут быть Просто исходя из того, что оппонентов уже под контролем классной позиции Ну, это 5-0, тем не менее, за испадой так-то Ну, бодрое начало, согласитесь То есть вы вспомните там варпасс, где у ребят в один момент вообще ничего не шло И даст, где все как по маслу, куча денег и прям перспективы очень много Главное, чтобы эти перспективы не загубились А ты знаешь, как бывает? Ведете 5-0, потом оп и 5-5 неожиданно Это пока напоминает очень сильный мираж Спада также хорошо начинали, а потом добровольный басик уже нормально Но гамбитянсу стали их останавливать Ну, в том-то и дело, что напоминает только старт, пока что Но я надеюсь, что гамбит еще где-то включится У ребят есть стрельба, но тут вот такая вот маленькая загвоздка Что испады-то тоже начали стрелять очень бодро Если на мираже, знаешь, где-то встречались моменты, где они выходят и просто убить не могут Реально, уже просто, ну, нависла вот над ними какая-то тень той карты То тут такой проблемы уже мы не видим Текстер опять же остается без выстрела, там уже тиммейт такой Абдорс покидывается флешка, коридор держит Дима Он его немного подавил, подгорел его, услышали, естественно, игроки-опорники точки Б Молтов также и под зигзаг Но там укрепление длины от гамбитянсу Они занимают яму, оставляют там игрока под синим, это Широ Ой, близко сейчас было от Декстера Тем не менее, переводиться носить уже опасно, проще уйти Сделал у себя внимание, в принципе, все сделал клево У гамбит под контролем есть длина, поэтому они не особо боятся Если шорт начнут проходить, там уже Широ как-то Ага, Широ решили на длине оставить на контроле коробки И принимать шорт будет Интер с Кольтом Ну, интересное решение, конечно Просто если Широ уйдет, он отдаст лонг, на который могут выйти на позднем тайминге Либо они читают как раз-таки, что тут вся команда пойдет с соперника Но вы не собрали информацию Разворачивается из пада Все они делают очень круто Сейчас там два игрока Просто смоками закрываете КТ и спокойно выходите на точку Б Это длина будет? Что за шок-контент происходит, вы мне объясните Это фейк на мидл, выход на длину на позднем тайминге Но там-то как раз Широ стоит и смотрит в коробку, насколько я понимаю Перемудрили сейчас из пада Или нет, ты посмотри, они со всех сторон давят точку А если Широ пройти, а Широ-то удается находиться пока что Информация по снайперу есть А на шарпе-то тебя уже ждут, но там сотвик вроде погибает Но Фениган тот самый, сработал все-таки Сити И вот этот раунд очень замудренный, но он может получиться С материалитет на просвет, Аксель на приемке Есть автомат Калашникова, попадание по одному Второго тоже закрывает и третьего сюда, говорит Все, последний на Сити, по Фенигану есть инфа Говорю, что слишком сложно сыграли из пада сейчас Но интересно Интересно, безусловно Но тут вот слишком легкий раунд получился для Гамбит Один Аксель, по сути, всех убил Ну там скорее с выходом именно с просвета получились некие затруднения Но неприятно терять девайс, когда экономики почти нет При этом их планета в день окуда не клюют Да, Аксель, конечно, как боженька здесь размотил Мне показалось, ну Декстер-то его разменяет уже Да, да, то есть должны были его подразмен убить все-таки Включил режим Нео на один раунд ключевой В любом случае сейчас Гамбит нужно брать еще, 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 еще Там 14 тысяч было упасть перед тем, как он стал закупаться Ууу, испада Узнаю СНГ дух, узнаю СНГ коллектив Выход на базу Б, при этом Гамбит полностью читает там три игрока И ребята немного приостановились, сейчас пойдут СМОКА скорее всего давить Сейчас вот СМОК, нет, просто на контакт, просто на контакт идут Но там очень опасно Там как раз-таки находится четвертый игрок, который должен сейчас собирать информацию На токе патсель, там далеко пропустили, есть первый минус Второй так же, СУПР пока что живет, него задушивает Сейчас с двух сторон надо делать фраги Всего лишь один минус пока что И его все-таки дожимают Три в три ситуация Ну, вернее, три в два уже И такой не ретейкается Опять же, целое укрепление было, но вообще никто из Гамбит не собирал их ву То есть они все сидели максимально закрыто Это вот, помнишь сплит базы бэк, как получился Игрок вообще с Юмпом прошел и чуть было дабл не дал Но это так не должно работать Просто игрок, который выходит из коридора и умудряется дойти до танцпола Так что о нем нет никакой информации Это похороны для любого там сетапа защиты При этом ничего не было, то есть ни СМОКа, ничего Может быть, как раз и стало заветной удачей для команды Эспада Но они берут себе шестой И это сбитое дыхание, опять же, для Гамбит Да, у них будет бай в следующем Потому что там 4 900 у Супра Аксель тоже 2 800, он сможет закупиться на фане Дропнут что-то, у Интерса полторы тысячи есть Чуть ли не последний бай под ноль Эти барабаны и звания всегда Скайрим напоминают Просто сейчас будет фусрода и прочее Эпичненько Доброй ночи О, это, кстати, парень, который не первый раз заходит Уже раз десятый, наверное, его выводит на экран Как у тебя настроение? У меня прекрасное настроение, потому что я в шоке от того, что делают Эспада Искренне я это говорю Я думал, что Гамбит закроет 2-0 Эту встречу после победы на Мираже Но Эспада я обожаю, когда вот эта вот уверенность разрушается от игры одного из коллективов Даже если ты оказываешься неправ, тебе просто интересно смотреть за тем, что будет дальше Да, Эспада дико круто смотрится И из-за того и тоже настроение весьма-весьма неплохое Спасибо вам, друзья, за вашу активность, за ваше участие в трансляции Не забывайте про хэштег UCC Вы также можете попасть на экраны благодаря нашему режиссеру, который этот хэштег отслеживает Дима за синим ждет игроков А его, видимо, по нему нет инфы, судя по всему Это изи фраг, по идее, выйти за синий убить Он сейчас прочекает, что никого нет, а пойдет синий убивать Смотри, оп-оп-оп А там с затылком стоит чуть было Аксель его забирает, враг по машине Ну, это один Дима Такое, ребята Дальше поджим тэшки, тут пацки может просто урожай собрать Но решил отойти, все дисциплинированно И спад спокойно выходит и забирают еще седьмой Убитывается флешка, зигзаг спокойно вскрыли Вы больше сообщитесь, чата читали, чем раунд брался здесь Так и есть, но пацки сейчас еще и спину может поджать Но он ждал, что игроки будут чуточку дальше Буквально вот секунды на 3-4 Близки, как никогда, и спадок победе в первой половине И, честно говоря, прям... Настораживает это, настораживает Гамбит нужно брать за защиту хотя бы пятерочку Я удивлен, что вообще мы будем такую фразу произносить сегодня Да, для Гамбитта Да, 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 что им нужно что-то хотя бы набрать Я представлял, что там будет, я не знаю, та же фраза для испады Но в Варпасе где-нибудь, но не здесь явно Вообще, даст не ожидал всего не увидеть, но очень рад, что появилась такая исконная СНГшная карта А то что-то мираж сегодня такой, знаешь, пролетел, как будто его и не было Трейна тоже моего любимого нигде нет И наконец-то даст смотрим что-то такое стандартное Это вот эта вертига, какие-то нюки Я обожаю вертига и нюки, но в принципе, как это, мои вкусы специфичны Поэтому... Ну да, я просто говорю, привыкли, знаешь, там СНГ-команды Первая даст, вторая мираж, третья... Там инферно бывает Да, инферно, все Дорогих карт нет, о них не то, что они обоюдно их банят всегда А тут как-то не мига плюс винстрайк, залетели такие У одних пул из-за того винферно, у других пул там, который очень любит нюк для себя использовать Ну, винстрайк, в принципе, очень хороший винрейдер, мы об этом говорили чуть ранее Сейчас же Эспада будут воевать за свою восьмерочку, вполне вероятную Опять Б И числом опять будут брать Вроде бомбу скинули, остались трое на контроле Уже знают, что гамбиниасов должны какие-то гранаты против их выходов прокинуть Просто Супра на контакт Опять на контакт идут Но есть минус, Супра дальше засправил по второму Отличная работа И тимейт еще не подключался А там на плане с калашом, да и не потребуется Супра просто три лица развалил И дальше осталось только дожать остатки коллектива из Бада Аксель в поджиме Уху! Сотвик в прошке забирает оппонента А это плюс бомба, между прочим Так-так Молик носите Он не подобрал пока сотвик бомбу-то Привлекает себе внимание Там сейчас Фениган должен штрафить Фениган Хоть кого-то бы убить, чтобы 2 в 3 остаться Он подбирает, но суть на А Фениган пытается увести внимание на себя Да ладно, ну хотя бомба дистантировалась А его вообще слышали, что он дистантировался? То есть там просто выстрелил и были, и граната взорвалась Возможно, не обратили на него внимания Он нашел на ноль, там подсадка Вот хорошо играет гамбит, конечно Но тем временем Фениган просто на длину отойдет Интересно, но гамбит должны, конечно, этот ретейк выигрывать Сотвик идет, чувствуя перестрелку на головах Тут либо ты мучишь сверх хайлайт сегодняшнего вечера Либо ты гига Да нет, его должны под граната задушить под размены Он отходишь, все, ушел в дефолт Хорошо, вот тут уже есть шансы вместе с товарищем, который будет отвлекать Первого забрали Второго, третьего Сотвик сгорает Но уносит с собой троих Просто на время, просто на время сыграть Бомба стоит очень неудобно Пошел дефьюз Нет, просто на время А киты, киты, киты есть Если раунд выигрывается, Шира, господи, дьявол Бог ты мой Воплоти два сына Нет, Шира, дьявол еще тот Но Сотвик это что-то, я не знаю Я жду повтора Супра красавчик, но я жду повтора другого Вот сейчас Вот сейчас Нет, вот сейчас Вот это я понимаю Вот это засправил, так засправил, ребята Учитесь Ну и Шира, как там последний практ вообще Такой, знаешь, фазу максимально Вот ты на миллисекунду раньше выстрелишь, не попадешь На секунду позже тебя убьют Идеально там все Соблюдал Несмотря на победу, компетенцию сейчас закупаются под ноль Опять же, им нужна серия кровь бизнесу И спада пока эти серии сопернику не давали Как до этой серии добраться, действительно Дима зонит пока смоком Но мидал уже захвачен коллективом из спада При этом могут просто уйти отсюда спокойно Они от зонили, наверное, стянули на себя массу внимания Заставили защиту потратить лишнюю раскидку Которого у них не так много И можно теперь отойти и пробежаться по тому же шарту Другое дело, что аксель начинает давить коробку Сейчас окажется в спине, по идее Решили действовать чуточку более темпово и спадом Выход под точку B Позиция Супра, конечно, интересная Оп, прочекал Слушай, неплохо, неплохо здесь разыграно Видно, что позиция разобрана от и до Начинается раскидка Супра спокойно задоджил флешки Все, кроме последней Она была решающей И теперь тебя должны додавить Спрай неплохой, но там даблкил на базе B И тут все зависит только от шира Сюда приоритет смог У Супра уже заканчивались патроны Этой перестрелки Может, втопил он под флешку Ничего не видя изначально Ну, кстати, Декстару бьют, скорее всего Смотри Аксель очень неплохо двигается, по идее Но бомба поставлена Вот опять 3 в 4 идти на этот ретейк приходится А как? Гранат? Нет Ну ладно, гранаты есть там какие-то минимальные у вас Но это сейв И вновь восьмой раунд для испадок Эмбит Янстр спад Отдавая первую половину Ничего глобально для себя не получили Конечно, тут сильная сторона атаки Надо понимать и так далее Некоторые раунды слишком легко Для Т-сайта берутся Но много раундов гамбит Не то чтобы отдали Но там прям, знаешь, вот Чуть-чуть прибавить внимательности Все было бы классно Раунд, когда их с мидла Там ППшка обошла Убила чуть ли не двоих Раунд, когда там они втроем Базу B не приняли Когда все через станул выходили Такие моменты они, конечно, решают В итоге там экономики слишком много у оппонентов Вы постоянно там сейвите что-то Но с базой B явные проблемы Ну и раунд, который почти потащили 2 в 5 Да, это тоже как бы понятно О чем-то договорит Да уж Победа на первой половине Причем с достаточно серьезным отрывом пока что Ватт и спады Мы не видели такого ни на первой карте Ни на второй А тут как-то прям полетел Отводят душу за сегодняшний игровой день По всей видимости После, там, не знаю, после 9 вечера проснулись дьяволы За место игроков из спада Сотпик Ой, а он видел Ой, игрока не прочувствовал близко Около дверки Легчайший минус Но вот дальше Дима пойдет Я говорил про Диму и базу B Это, я не знаю Вот жвачки лафы съесть Можно про них сочинять что-нибудь такое интересное Пока же двигаются уже втроем Игроки из спада Подбирается коллаж Будут играть на автоматических девайсах все игроки Тяжелая ситуация для из спадов Много потеряли на старте И никакой информации не собрали Даже прокалить соперника не получилось существенно Ну, тащили уже ситуацию 3 в 5 Тогда опять же на сплит базу B выходили Сейчас можно попытаться что-то подобное сделать Но тут больше на соло пике Расчет, но не против Авика Широ забирает партии достаточно просто Декстера уже спалили Смещается Широ и сюда Говорит, ребят, давайте по одному Желательно, чтобы инфу о вас собрали Мэйт-симейты Я буду убивать вас Идеальный раунд такой сейчас получается для Гамбит Потому что никого не теряют Все девайсы засейвлены Плюс 3 калаша Круто Круто И возможность выйти на какой-то близкий счет По завершению первой половины Хотя бы какую-то там 5-10 6-9 Что-то подобное Ну, 6-9 будет очень сложно устроить И вообще получится ли следующий раунд у Гамбита Потому что пока они берут такие промежуточные Знаешь, там один взяли, несколько отдали Один взяли, несколько отдали И так далее Ну и плюс Декстер, мне кажется, полностью еще не включился в игру Когда он начнет там снайперские дуэли выигрывать почаще Вот там у Гамбита могут начаться очень-очень серьезные проблемы Прожим, кстати говоря, от Интера за шорта Собирает информацию Без смока идет пушить в стиле такого фера своеобразного Но на 0 Находился Декстер, который изи его проконтролил Теперь можно шорт занимать, я думаю Там начинает двигаться аксель под банк Чтобы больше информации собрать Но мы потеряли одного из игроков Времени еще очень много И нужно контролировать хотя бы одно направление Вообще ноль инфе у Гамбит Вот просто ноль Они сидят сейчас И, я не знаю, от утакселью И пойти Очень большие риски умереть Не пойти Равно играть 4-5, судя по всему До начала выхода от Эспада На котором у них и гранат будет куча И, естественно, толпой они тебя будут давить Пока Мафаня остается на контроле Даблдорс И стягивается под точку В Там одного супера продавить У него только флешка Это шанс для Эспада Ну, очень и очень хороший шанс, я бы сказал Ну, уж Супра Эска, знаешь Она вот как раз под таким углом Очень неплохо смотрится Можно одного там как-то по голове Отстрелить Испраин такой может залететь Очень четенький и филигранный Но уже будет под флешку играть Ой, Текстер наказывает Даблкил Тот самый снайпер, о котором я говорил Включился, когда был необходим своей команде А теперь и Аксель может не засоветь девайс Если дальше пойдет Нет смысла просто идти дальше За что-то воевать у вас и так калаши, у вас самые лучшие ресурсы уже есть на руках. Выбивать что-то у атаки, ну, камон. Осталось три раунда впереди, там явно есть какие-то деньги небольшие хотя бы. То есть выбитый один девайс никак атаку не остановит. Остается 20 секунд. Не идут из пада охотиться за врагом, зная, что у тех есть бай в следующем раунде. Я вот смотрю так на всю эту игру, и такое ощущение, что прям, я не знаю, как будто две другие команды играют. Да, да, да. Потому что я просто у меня в голове не укладываю. Если бы не было того миража, да, если бы был чисто ворпасс первая карта, да, вторая, да, допустим, я бы такой, ну окей, пацеток. Молодой парень, возможно, он в карьеру футболиста... Вот ты смеешься, да, весело, возможно, он в карьеру футболиста бросил, чтобы играть в КС. Видел, как он набивал сейчас профессионально. Ну, я-то, да, возможно, так оно и было. Так, кто это у нас тут такой красивый? Это Декстер. Как же я его по этой маске-то не узнал, по этому костюму? Он же такой уникальный в команде, ты посмотри. Мне на самом деле нравится, что сейчас команды стали использовать одинаковый стиль. То есть они, во-первых, меняют модельки на турнирах, где это разрешено, и меняют на одинаковую модельку. И каждая команда начинает ассоциироваться с определенным скином. И когда этих скинов будет много, это будет вот прям действительно личный стиль коллектива. Это оберительно. Бороянный кейс. Бороянный что-то водитель. Да, это нормально, когда у каждой команды будет свой скин. Его можно будет купить, да, как это там в рации, допустим, есть. Но пока мы видим, что подставляется пацем перед этим, давая фраг. И 4 в 4 ситуация. Но для атаки-то это выгоднее. Сейчас можно попробовать продавить Б, занимая центр. Но это слишком простое решение. Испада думают, что оппонент все это дело должен читать. Так оно, по сути, и есть. Но приемка в любом случае базы Б, это всегда спорный момент. Будь вы втроем там, будь вы там, я не знаю, вдвоем, в любом случае сложно. Выгода будет через шорт все-таки. Флешек достаточное количество. Их две штучки. В принципе, от зоны снайпера. Я думаю, Шир тут больше одного фрага находить не должен. Если вообще один сделает. Главное не жадничать на эти флешки, что периодически мы видим. А там еще и десант будет. Да, поэтому Шира, скорее всего, сделает один выстрел. Дальше либо будет убегать, либо погибать. Нет, в сантуру не пошла. Шира сместилась в итоге. Но все вроде грамотно делает. Все, флешки не осталось. Теперь можно открываться. Но проблема в том, что там игроки уже очень близко к сайту. Разыгрывает и Шира. Здесь нужна халпа. Шира не стал открываться раньше времени. Бомб будет поставлена. Это уже игра в ретейк. Но ретейк на выбитом условиях для команды Гамбит. Они с таким четвером не закрывают еще и Декстера. 4 в 3. В большинстве минус. Дима остается, Фениган и Сотфик всего-навсего. Очень опасная ситуация сейчас. Шира не подставляется. Есть! Фаззум. И можно бомбу спокойно дефать. Потому что есть Фениган и Мидли. И он никак не поспеет за этой пачкой. Четвертый для Гамбит. Опять же, если сейчас Гамбит берут шестерочку, то все... Это камбэк? Да, все вообще нормально. Мы не зря говорили, что да, второй это карта атаки. То есть из пада не делают ничего сверхъестественного. Если закрыть ладошками вот именно коллективы, их теги. То есть они берут за атаку стабильные 9 раундов. Вы должны их брать. Но просто изначально, глядя на это best of 3, казалось, что Гамбит до третьей карты не доведут. Так да, Гамбит бывает против достаточно серьезных коллективов. Значит, за защиту там могут спокойно десятку даже взять. 9-10 раундов. Ты смотришь, такой, да, да, это Гамбит. Вторая карта даст и начинали, кстати говоря, когда-то давным-давно. Сейчас выход на длину. Парси уже закрывает одно звено. Интерс красный. По-моему, это F-1. Нет? Нет? Нет, Интерс заугодит по итогу прикрытия тиммейтов. Вы тут уже подсад организовали. Широ забрасывает наверх. Он уходит под зигзаг. Работать и Интерс остается на прострете. Там Супер тем временем стрелил нижнюю Т-шку. Интерс тут немного поживет. Но трабл в том, что Сити игрока убили. Перетяжки никакой ждать не стоит. И Широ соло здесь на приемке. Супра слишком далеко. Что-то он вектор движения выбрал прям, знаешь, совсем-совсем дальний. Совсем далекий, долгий. При этом не успел там по тайму, чтобы Декстра как-то отстрелить. Широ не справляется. Ну и Супра 1 в 3 через длину. Ну, прямо говоря, там Финниган, конечно, может погибнуть. Да и то не факт. 10-4. Вот о той шестерке раундов Дригамбит можно забыть. Но пятерка все еще может быть. Пятерочка не просто может быть. Она необходима кровь из носу. Эспады, если защиту, начнут с выигранной пистолетки и каких-то бонус-раундов. Они там вообще дотянутся уже до 14-13. Согласен. А там, ну, Эспада против Гамбит. Да мне кажется, тут любую другую команду там подставить, да, при таком счете. Но очень опасно. Будь-то я не знаю коллективом Ликвид. Понятное дело, что там шансов было бы намного больше. Но тем не менее. Любой девайсный раунд может любая команда проиграть. Особенно на Дасте. Где, ну, как бы, моменты иногда... Знаешь, что микромомент он решает всю судьбу раунда. На самом деле. То есть спады свой любимый плент опять будут использовать или как? Бомба в мидле пока что. Работает от Сотфика. Спады пока ждут агрессии от Гамбит Янстерс. Но те стоят очень дисциплинированно. Вообще никуда никто не лезет. При этом не собирая инфу. Ну, они отхватили себе длину с этой ямой. В принципе, довольны. Ну, для точки А у них информации достаточно. Вот в мидле могут возникнуть проблемы. Потому что быстрых ЛП особо на базу Б не будет. Там один игрок на Сити, опять же, ну это Интерс с Фамасом. А с Фамасом нормально и через Макинни затопить. И не подсадили его здесь. Поэтому, ну, сложно будет. Ой, как опасно было. Сотфик чуть было не убил единственного опорника база. На секундочку. Но, тем не менее, откинет смачок. Судя по всему, будет ротация на немного другой сайт. Я так понимаю, Патси оставит одного, чтобы он там люрковал как-то. Либо перетяжку ловил. В дальнейшем с мидла, например. Ловит игрока на Сити. Интерсет прошить не удалось. Но там уже тиммейт на подстраховке. Стоит более аккуратно и спаде действовать. А они все правильно. Они стянули внимание в мидл сейчас. Там второй опорник база Б будет посмотреть в окно. И всем звеном выйдут сейчас через коридор. Время, время начинает поджимать. Испада нужно идти уже на Б. И все это сдерживает только Супра. Нафани подключится, конечно, на девайс его пока работает против окна. Да и позиция у него будет слишком открытая. То есть его сразу же должны будут убивать. О, затопил. Затопил. Ну, это бы Супра. Нафани подключается. Убивается. Вот какая-то шанс держать. Да как же много через ноги ты дамажешь. Да что происходит-то? Вот, ты мой. Это квадро практически через дымы. Ну, мало ХП. В13 я его уже ловил. Это пятый для Гамбит. Но нафани я не знаю. Патси, который бежал уже с бомбы по итогу в плент. У него оставалось 5 секунд. У него не было выбора на перестреливаться. Даже если он выиграл перестрелку, он бы не успел поставить бомбы. Вы проиграли бы раунд. Поэтому у него был только один вариант. Надеется, что все остальные игроки защиты находятся где-то далеко. Круто. Круто все равно для команды Испада. И Гамбит Янсер здесь просто молодцы, что зацепились за пятерочку. Здесь никакого прям великолепия именно их защиты. Мы не увидели на Дасте втором. Стоит опять же быть объективными. Но хватит ли этой пятерки? Если будет пистолетная серия, то Испада выйдут на такой счет типа 12-5, 13-5. И там камбэк, где будет очень-очень тяжело. Там один девайсный раунд проигранный и все, по сути. Вы уже играете матч-поинты, что, безусловно, на вас будет давить морально. Это я уже не говорю про ситуации, как у нас были, где на предыдущей, по-моему, мапе, да, где там три форса подряд залетало от атаки и так далее. Они просто порочный круг это не могли остановить. Но вектор атаки Гамбит меня пока что радует, как фанатов, наверное, коллектива данного. Потому что идут через длину, там вообще никого нет. Два смока можно спокойно отзонить для себя просвет, выйти, захватить сайты. Спада тем временем поджали. По таймингу Тэшку собирает инфу, кричат, ребята, это лонг. Но уже слишком поздно. И сейчас вся надежда на то, что пацис может дать какие-то головы хотя бы хоть кого-то убить, но он сам погибает. И теперь уже вопрос, как на этот ритейк выходить. Ну, шарта, опять же, с юзпов можно ситуацию в меньшинстве, безусловно, потащить. За счет того, что у тебя каждая перестрелка, ну, идет на миллисекунду. Ты ее можешь выиграть просто за миллисекунду, вернее. Там одному голову, второму и полетел дальше. Так закрытые позиции просто выбирать, сейчас будут Гамбит и все. Но какие головы полетели? Минусы интерс. 4 в 4 уже ситуация. Игрока на просвете, кстати, непонятно. Есть ли по нему инфаун? Сейчас начинает сжать. Широ, конечно, перестрелится, но у него патрон в конце концов закончится. Это ситуация 2 в 3. Есть информация по одному игроку на ладне, но там за дуальной пикой в Пенигана тоже хоронят. Вот она пистолетка. Гусяни чекнули релоуд игрока, который выходил из-под КТ. Просвета? Да, 10 в 6. Ну и сейчас ставится пауза. Пауза вполне возможно от команды Эспада. Но там понятное дело, что будет форс, скаут какой-то для Декстера. По-моему, из спада запах жареного учуили. Знаешь, типа, что-то вроде 6-10, а как бы сейчас на форс-тимсе вот это вот все и будет уже там условно... Нет, но форс сейчас на первом раунде. Нет, это норм, это норм. Я имею в виду, что счет уже будет 8-10. Возможно, надо прям продумать, что в первом девайсе нам делать. И как, главное, накоцать экономику врага. Это тоже немаловажный момент. И я уж молчу про то, что пистолеты тоже могут залететь. Сегодня, по-моему, ни одного взятого экраунда не было. А, от Гамбита один был. Ну, это, опять же, не совсем эко, там один авик все-таки. Да, такое интересное эко. Мне бы все-таки эко попадались, когда тебе... Мы играем эко, ну хорошо, вот вам 4 юспика и АВП. Но это все равно, знаешь, тут все побольше, пообширнее, так скажем. Да, нет авика, но при этом все боеспособны. Возможно, Диму там чуть-чуть денег оставят, чтобы снайперу там авик тот же дропнуть и так далее. Это, знаешь, такой... Вообще Широ должен, по идее, вернее, Декстер должен экономить. Он постоянно такой, ой, я забыл, я случайно закупил CD, можешь деньги оставить? Он такой, ага, сейчас. Ну и посмотрим, действительно, за укреплением точки А. Сейчас команды спада, выход, то Гамбит могут разыграть под точку Б. И там тоже два опорника есть. Давят, зигзаг, круто. Можно сделать подсад. Там находится у нас скаут, нет? Нет. Скаут, я так понимаю. Длину держит. Такое, конечно, укрепление Шорта. С одной стороны, интересное, знаешь, там деглы, мало ли по головам залетит, но на деле. Обычно прокидывается флешка, на фане бежит и отстреливает просто две головы для себя. Но пойдут ли они туда? Хаешек, в принципе, нет, чтобы на Шорта накинуть, поэтому тянуть особо нечего. Можно еще ближний молик накинуть, чтобы отзонить игрока за, получается, лесенкой. Смачок прилетает неплохо. По таймингу пока что очень много выигрывает времени из пада именно в позиции Шорта, заставляя всех оппонентов глядеть прямо на них. Но сейчас флешка полетит на фане. Легчайший фраг по патси, потому что он там через смаки как-то промутится. И сводфиг последний оборонительный редут на Шорте. Но вместе с тиммейтом кое-как одного забрали, да и... Такие неуверенные тапы были из дегла от него. Совсем. И остается у нас всего двое. Дима убегает вниз, сжигает ему пятки. Слышали прекрасно. Тем более спины держат аксель. Но тут это седьмой раунд для Гамбит без сложностей. У спада уходит на экономический. И вот тут начинается тот самый интересный момент. То есть атака была хороша у испада, безусловно. Но взяли 10 раундов. Казалось бы, хороший результат, но не против Гамбит, наверное. Потому что у этих парней за Т-сайт проблем тоже будет, я думаю, не особо много. Если они вообще будут. Ну, Феникан дожидается здесь возможную шальную голову. Для того, чтобы забрать девайс. Спада через раунд только еще покажут себя с лучшей стороны. Да, но не будет авика. Это тоже небольшая проблема все-таки. Вспоминая Шира, несмотря на то, что его там не бустили, да, нигде не подсаживали. И вообще не играли на снайпера Гамбит в защите. Он все равно Фрад не находил свои. И тут на Декстера, я думаю, будет больше внимания. Вспоминаю ватпас, там вот эти бусты постоянные и так далее. Да, то есть работали как-то парой с этим самым снайпером, помогая ему, прикрывая, а не просто бросали его в омут, мол, сам расправляйся всеми задачами. Друзья, мы же вам напоминаем, не забывайте использовать промокод LEAK на лутбете, увеличивать свой первый депозит до 100 евро. Все очень просто. Плюс вы можете еще и отыгрывать себе фриспины по итогу, развлекая себя на сайте в ожидании, пока сыграет ваша ставка. Кстати, мы укрепили базы Б, вот, и спады. Впятером там засели. Знаете, такие Гамбит втроем не справились. Мы решили в 5.50 стакнуться. Смог при этом на миддл откинули, чтобы никто не собирал информацию. И сейчас у Гамбит такая дилемма. Что же мы будем делать? Но, с учетом того, что у вас есть на фане с ппшкой, как бы все очевидно. Запускаем на фане, собирает инфу и по ней уже действуем. Так оно, в принципе, работает. Причем они угадывают, выходя на абсолютную пустоту, где нет абсолютно ничего. Такой, знаешь, пустырь, где тучки, куда можно забежать бомбу, поставить дом, построить детей, я не знаю, завести дерево, вырастить пальму причем. Тяжело, тяжело, конечно. Сейчас хоть что-то сделать из спада, но они этот раунд используют просто для того, чтобы обсудить вашу стратегию на 19-й. Тогда уже будет и снайперская винтовка, и все остальные благоцивилизации. Хотя вот про снайперскую винтовку тоже вопрос. Две 750, казалось бы, есть. Софтика пытаются выйти. Ну, просто нечего терять сейчас команде спада, действительно. Минус пации. Полетел фарм для на фане, в принципе. На фане давай. Жги. Ну, там какой-то как-то справляется все-таки. По демоджу хоть как-то широ пробили, но я-то крайне мало пока что. Без единого фрага, и мы знаем, чем это сулит. Да, у атаки будет слишком много денег. 6-7 тысяч. Пока что зеркалка, на самом деле. То же самое от спада мы видели. Там тоже пистолетная серия, вообще беспроигрышная абсолютно. Потом такой недобай из-за того, что ПП-шку решили оставить. И уже основной девайс на будет там в следующем раунде, если вообще понадобится перезакупаться. Возможно, и спада и с этим не справятся. Ну, и спада без снайперской винтовки в защите, это плохо. Это как раз-таки то, что Дасти может вас сильно подставить. Но при этом Шира со скаутом, то тоже не сказать, что у Гамбит прям есть какой-то мощный снайпер с крутым девайсом и так далее. Но Фанни, кстати, свапнул все-таки свой девайс. Будет с Калашом отыгрывать. Пробежал уже за синий. И спад решили отпустить Лонг. Смотри, что делают Гамбиты. Это один из излюбленных раундов. Они поджали Лонг и моментально пушат шорт. А спады к этому вообще не готовы. Их просто в бутербродик сейчас захлопнут. Правда, Сотфик на каком же тайминге? Он поднимается сюда. Пац, покоснение в понимании. Прочекали все-таки Сотфика. Идеально Гамбит разваливает. Три кабины врият просто. И на этом они явно не остановятся. Тут еще интерес на шарфе, возможно, немного пошарим. Но нет, Дима его перестреливает. Но раунд все равно уходит коллективу Гамбит. Вот их любимый раунд. Он идеальный. Я не знаю, почему им не пользуются многие команды. Когда ты поджимаешь Лонг, защита такая. Ой-ой-ой, побежать быстренько на шорт. А там уже четыре игрока. Ну или три. Ну, тут вопрос именно против кого вы играете. Насколько это будут контрите читать соперники. В поводу, в чем все это дело не используют. Здесь сработали на отлично. 9-10. Денег не будет у Испада. Выход на паритет для Гамбит Янстерс. И возвращают они уверенность фанатов. И, наверное, людей, кто поверил в них именно в рамках данного Best of 3. Помним, что за Гамбит топило 80% нашего чата. И помним, что на Гамбит был кэф около тройки с чем-то. А сейчас они уже практически сравниваются по счету. А когда счет равный, мы, наверное, приоритет все-таки отдаем немного атаки. Во-первых, это сильная сторона. Во-вторых, это экономика. Во-третьих, это Гамбит. И из-за Испада, честно говоря, становится потихонечку больно и обидно. Потому что ребята проделали огромный путь. Совершенствую себя на Оверпассе, чтобы победить Гамбит. И сейчас на Дасте втором, где очень бодро стартанули. В какой-то момент вообще давили. И такое ощущение, что было доведут это дело до конца. Сейчас боятся на последний день. И, возможно, отдадут все преимущество. И без снайперской винтовки они по-прежнему играют. То есть это бай, когда там у Декстера Юмпик. Патцы 1100. Но он ничего не может перекинуть тиммейтом. Это вам не Валоран. Спускается низ. И, в принципе, должны проходить под центр. Банку также не занимали Гамбит Ямстерс. Да и не нужно, наверное. Это банк, в принципе. Без нее можно обойтись. Другое дело, что на Б один игрок защиты. И вот если я пойду туда Гамбит, то это будет Кабела. Для Испада, безусловно. Потому что один опорник. Ну, мы видели, да? Как там три игрока разыгрывают, а один-то и подавно не справится. При этом поджим шарфта. Испада понимает, что нужна быстрая холпа в миддл. Нужен сбор информации. И также игрок, я так понимаю, поджал. Да. В боксе также находится. Флешка приоритет для пати. Поджим. Увидел игрока. Ну, там три просто головы на тебя вылазят. И это моментально тебя вскрывает. Идеально работает Гамбит. Команда, действительно, они сейчас смотрятся очень целостно. Что даже если бы дал один фраг игрок защиты, все равно был бы размен. И все равно бы вы продолжали давление по линии. А тут вы и фраг дали, и ослабили защиту. И при этом не идете вперед. Самое главное, не затянуть уж очень на поздней тайминге. Выход на Б. Там всего лишь один Дима. Занимает неплохую позицию за Зайчиком. И подсадка все-таки вроде сработала. Но этого слишком мало база. Без занята. И даже фраг по Акселю особо преимущества вам не дает. Ретейкать можно. Попробовать за счет флешек. Как-то вылететь сюда. Но будет крайне опасно. Потому что вас пока что зонят с маками Муликом. А потом вы будете выходить уже на последних секундах. Хотя бомбы только-только ставятся. И вроде из пада даже сумеет сейчас с Т-шкой разобраться. Там один игрок опять же под флешкой. Фениган зонит своего соперника. По итогу врыв под флешку и он не получается убить никого. Интерс падает. Размен есть от Широ. Широ забрали. Два в одного Супра. Времени очень много у защиты. Даже без китов. Супра за Иксбок заходит. Первый минус дает. Но Софик на размене. Но тут, конечно, гамбит немного. Замельчешили такое ощущение. То есть туда-сюда побежали. Тэшку-то они грамотно прожали. Просто там последний... Короче говоря, не повезло последнему игроку атаки. Он прочекал мидл с окна и не заметил угол. В итоге побежал назад стреляться. Сам не понял, как так получилось. Вроде мид чекал, а в итоге бам. И по голове прилетает оттуда. Все равно у гамбит слишком много денег. То есть нужно еще выигрывать. Все куплено. Да, да, да. Все куплено. Остановите это. 9-11. И два бая минимум еще есть там у гамбит в запасе. Но авикадекста появляется. Это немаловажный фактор. Можно сейчас подсадочку в мидл, например, использовать или что-то вроде того. Но пока что сотнику там оставили. Текстер будет отыгрывать на точке А. Шорт занимается, опять же, всего одним игроком. Это патси. И вот, честно говоря, мне такие раунды не особо нравятся. При этом атака сконцентрировалась больше на центре. Запульстили туда на фоне. Ему прилетает гранат. Весьма мощная флошка. Что софиксам в планде находится. Но прострелами кое-как на фоне должны закрывать. Да, есть минус. Ну и теперь уже 4 в 5. Защита чувствует пульс игры. Самое главное длину сейчас также немножко посматривать. Потому что туда, скорее всего, и пойдут гамбит. Чем раньше вы получите информацию, тем быстрее будет какая-то поддержка с точки Б. Опять же, шорт очень опасно. Патси сейчас с огнем играет. Этот огонь может его задушить. Либо ты сам станешь 6-1 минус по супре. Дальше должны быть размены. Флешки отвернулись. Но патси не стал пикать. И вот сейчас будет врываться в самый неожиданный момент. Наказывает интраза. Дальше снайперская винтовка работает все с тех же парапет. С двух сторон зажимает широк. Последний аксель будет погибать. И я бы посоветовал взять паузу гамбит. Несмотря на наличие денег, деньги приносят импакт, как ты их реализуешь. Но пока что реализация не особо видна в последних двух раундах. Причем как терапевт я бы посоветовал вам посидеть дома. Переждать эти пару дней. А ты понимаешь, что сейчас счет мог быть 11-10 в пользу для гамбит? Если бы они взяли тот раунд, не допустили бы того ретейка. Там бы денег абсолютно не было. И спада, и все. Я понимаю, что если бы гамбитянцы сыграли чуточку стабильнее на оверпассе, то были бы 2-0. У нас не было бы дасту второго. Но за все свои ошибки вы расплачиваетесь. И теперь спада 4 шага остается до победы на этом десантере. И им очень нужна эта победа глобально, чтобы верить в себя, чтобы дальше двигаться по сетке. Это матч-то на вылет. Каждый матч сейчас на вылет в рамках этой турнира сетки сингл. Легче не станет. Там впереди Фороза. Так что, ребят, тут нам нужны в финале сильнейшие. Чтобы действительно... Я очень лично хочу, чтобы команда, которая с групп-стейджа прошла, прям, ну, победила действительно на лоббете. Да, я согласен с тобой полностью. И, в принципе, претенденты там есть очень даже мощные. Хотя же винстрайк и другие команды, которые нас удивят. Такие, допустим... Половьтесь, половьтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Соцсети тоже там постоянно выходят анонсы, и точно ничего не пропустите. Выход шорта будет сейчас исполнен от коллектива Гамбит. Шорт, в принципе, никто не контролит. Сотвик только сейчас смещается ближе к просвету. И снайпер как-то снизу будет отыгрывать. Сместился на рекламу, неплохо. И, суть по всему, Гамбит просто стянутся. И сплит базы B здесь устроят. Там пока что два опорника. Ну, вот как сыграет Дима. Он в важнейшей позиции. Будет с дверки все это дело принимать. Не подставится, какой таймер. Дима ставит хитшот по Супра. И, тем самым, оставляя защиту в большинстве. Буму быстро подобрали. Пытаются затушить точку Б. Стоит там только Дима. Дима еще один фраг. Но есть размен от Ширы. И это ретейк для защиты. Но с АВП не мобильный девайс. Так еще и у Нафани. Идеальная позиция. Первый минус есть. Дальше Дэкстрэво, конечно, отстреливает. Отстреливает выходы в мидл. Аксли сейчас сосредоточим больше на тэшке. Но вот по таймингу может скинуться. И может действительно угадать. Время еще есть. И киты есть самое главное у команды. Защита для того, чтобы этот ретейк разыгрывать. Выходит Широ. Под интересным углом, на самом деле. Минус точно должен давать. Но промах прикшотом. Аксли последний. Молик на полу. А он не смокал. А он молик на мидл. Ой-ой-ой. А киты? Киты есть. Есть шансы. Надо одному садиться и деф. Второму принимать. Кто не справляется, Декстер. И последний игрок Патси. Времени нет. Это действительно раунд. Или Гамбит? Так еще и ни единого девайса он засейвить не дает. Это был сейчас шанс для Патси выиграть. Но нет. Он уже бы никак не выточил всю эту ситуацию. Там даже перестрелял. Но засейл. Ты даже засейвить бы не получил, скорее всего. Он бы не ушел отсюда. 10-12. Когда мы думаем, что все потеряно для испады, возвращаются испады. Когда мы думаем, что все, Гамбит пока. Они к нам. Ресуются. Такое ощущение, что у них где-то респаван. Знаешь, при таком счете, типа, 10-12. 9-12. Но теперь уже заканчиваются деньги у испада. И придется играть один за пай. Это же Гамбит выйти на до 11 хотя бы для себя. Ворвались. Поймали Патси. С банки быстрый выход. И при этом теперь сжимаются на центре игроки испада. Мне такие раунды, если честно, очень нравятся. Мы со Злобой в тот раз беседовали. Потому что многие команды к этому не готовы. Ну, то есть, ты вылетаешь на лонг. Если ты видишь там одного игрока, он там не один. С вероятностью 99%. В этот момент звено шарта двигается. И вы с двух сторон даже плохой ситуации. Вы там разменяетесь. Там 2 в 3 ситуацию у вас будет. Плюс бомба. А на дастеритейка тяжеловато. Минтерс погибает друг Димы. Неплохо. Но бомба тикует. Тов нет. Дима остается один. И здесь надежда, что ты еще одну голову поставишь. Максимум. 11-12 тем временем. Максимально близки Гамбит здесь к паритету. И, пожалуй, это будет неплохо для них. Но мне кажется, даже если они победят, сегодняшний день не запомнят надолго. Потому что против испада такого, я думаю, сами Гамбит, возможно, не ожидали. У меня есть честное ощущение, что постановку этого боя ставил Брюсли. Нет такого? Но пока у нас здесь укрепление длины от испада втроем. Полетели у нас под зигзаг игроки атаки. Это сейчас было жестко от Шира. Но приемка сотвиха не менее приятная. Интер заубил, но на второго уже не хватило Декстера. Как быстро играет Гамбит. Третью скорость включили. Восьмое дыхание. Что происходит? А тут ничего уже не сделаешь. Тут единственный вариант, как это законтрить. Либо оставаться до конца на ланге и воевать там, либо укрепляться в шарте против таких раундов. И Гамбит, ты видишь, они же повторяют. Они цепляются за то, что у них получается. Они большие молодцы в этом плане. А вот экономика испада немного доподводит. Даже за современные два девайса не дают вам право нормально закупиться. Да, Гамбит, я не знаю. Честно говоря, уже сердечко там вот где-то подтапливают чуть-чуть за испаду. Да, да, что они заслужили эту победу, казалось бы. Но четыре шага последних становятся самыми сложными для них. А так всегда, знаешь, это типа кажется. Вот я шел, я не знаю, я к натохолец, запустим. Я прошел там 90% пути. Но если ты в конце чуть-чуть поспешишь, побежишь, то ты упадешь. И тут то же самое. Вот испада чуть-чуть там где-то там в клатч раунде не дотащили. В ретейке где-то там ошибочку допустили. Все, Гамбит вас съели. Но не до конца пока что. Только жевать начали. И вы еще можете им все зубы переломать. Главное сейчас выйти на нормальную экономику. Надо решить, что делать сейчас. Это бай. Это бай, да. 4600, там 5000 было у Димы. Поэтому он может купить снайперскую винтовку, что и делает. То есть сыграйте вы от одного, может быть, ослабленного игрокам. Им становится сотфиг. Да и то, как бы, ну у тебя нет указки против калашей. Какая потеря? Щиты в чат я предлагаю за испаду поставить. И именно за испаду. Потому что у Гамбит-то все окей. У них там избавим проблем никаких нет. И по раундам все замечательно летит. А вот испады большие проблемы. Падимя прилетает. Ох, как неприятно. Особенно если Гамбит сейчас будет агрессировать под базу Б. А там один игрок уже, ну просто готовенький. То есть ты выходишь, стреляешь. Одна-две пульки, и он труп. Поджим шарта при этом от Декстера тоже никого не находит. Знаешь, у него вот была стата 1.80. Это, по-моему, после смен сторон он фрагов-то особый не находил. Очень тяжело ему в защите. Нужны, наверное, какие-то бусты, какая-то хелпа от тиммейтов. Пока действительно. Мы говорили о том, что с Декстером должны будут работать в паре. Не, ну типа это странно. На оверпассе вроде, на котором у вас винрейт вообще нулевой. У вас там, ну были какие-то такие потуги совместные. А тут как-то снайпер. Знаешь, такое ощущение, что Декстер просто 1 плюс 4 бегает и что-то там пытается сделать. Уже не нулевой. Уже получается там 20% должен быть винрейт на оверпассе. Ты уверен? Там столько игр? Ну, по-моему, да. По-моему, 5 карт сейчас. Было бы забавно, что знаешь, типа как у Астралиис был винстрик там 30 с лишним карп на нюке. И был бы у кого-то лустрик такой же, типа там 28 карп, поражение подряд и против Гамбит в решающем матче они побеждают каким-то чудом. Врыв неплохой по флешку от Сотвика, правда, разменял на флане. Декстер на этот раз работал на ура здесь. Вот смещение в мидл было грамотное от него. Почувствовал. Начинаю давить, нам погибает Дима. 3 в 3. Можно выходить, казалось бы, по точку Б, но они просто стягивают внимание. Спада отсел. Аксели продавили. Минус Декстер. 2 в 2. Ну, успокойтесь. Да, это нормальный раунд. Патти погиб. Какой важной ситуации. Он бомбу сейчас отдал. 29 секунд. И Фениган даже не понимает, что точка А и бомба на ней будет установлена совсем скоро. Есть киты. Для ретейка вроде как все условия созданы. Единственное, что позиция такая себе. Придется выходить Сити. А там опасно. Проскочек незамеченным. Как доминошки просто сейчас сыпались, если честно, игроки. Ставится бомба. И ган подходит. Его, кстати, никто не чекает так-то. То есть в теории он может пройти, убрать игрока за гусем и дальше с сайтом разобраться. Шансы, безусловно, есть. Фенигану главное сейчас по стрельбе прям вывести на максимум. Так, давай. Подрубили всю стрельбу, которую копили столько лет. И... Видимо, подрубил на фане. 13-12. Экономика заканчивается. Экономика заканчивается. Ее увидели, понимали, откуда она прокидывалась. И понимали, что под нее должен пикать игрок. Непонятно, кстати, зачем это было сделано, если честно. Ну, типа такое. И вот Шира, я не знаю, как так получается. Но постоянно. То есть если Декстер выигрывает даже, то есть как это было на Варпассе. У него киллов с АВП меньше, чем у Шира намного. То есть этот парень прям... Вот у него такое ощущение, что есть либо пистолета, либо АВП. Калаша не надо. Кальта не-не-не-не-не. Дай мне пистолет, либо АВП. Ставится пауза, но у Испада здесь нет особых вариантов. То есть денег очень мало, поэтому не дефолтные пистолеты, пара арморов не более того. А вот комбит Янцерс они уже несутся к 16. Ну, они к 14 пока что, конечно. Там, конечно, 14-16 раундов, все это одно. Ну, вернее, очень близко. Ох, не знаю. А возможно, там он с пистолетами взлетит. То есть надо понимать, что песни-то тоже опасные. Вот и спады. Стрельки там мощные. Мы видим, но такое ощущение, что знаешь, где-то по стрельбе такое ощущение, что начинают не то чтобы проседать, но комбиты настолько сильны и уверены в себе, что это просто жесть. Укрепляют базу Б. Все правильно. Просто стоять на дефолте у вас вряд ли получится против такой мощной команды. А вот угадать, если гамбит где-то совершат ошибку, без инфы зайдут на базу Б. Даже сплитом шансы будут. Ну, действительно, у спады здесь просто вариантов не остается. И они решили рискнуть таким образом. Гамбиты тоже не торопятся. Они не хотят попадать на эти пистолеты. Они не хотят попадать на укрепление. Они ждут эту агрессию возможную со всех направлений. Постоят еще секунд 15, а потом уже можно двигаться. Ну нет, гамбиты уже направились как-то на шорт, знаешь. Ну, прям вот видно, что они пойдут на А на самом деле. То есть я не знаю. Возможно, конечно, базу Б просто аксель оставят в мидле, но это все навряд ли. Я думаю, тут они будут вместе уже действовать и до конца. На сбор он фы под две волны. Все идеально. Главное лишних смоков в таких раундах не кидать, если оппоненты есть на точке А, чтобы в них не запутаться. Мне почему-то, знаешь, вспоминается вот с этими укреплениями базы Б. Старый, по-моему, флипсайт, это последний был их мажор, насколько я помню. И там настолько было все плохо, то есть они играли, там еще кэш был старый, что они просто в девайсных раундах ходили там 5б. То есть там 4б, один мидл, потому что вообще ничего в защите не шло, чтобы хоть как-то были шансы на взятие раундов. Действительно ли пан, ли пропал. Тут что-то подобное, но с пистолетами. Армора можно подсейвить, это тоже неплохо. Все-таки надо понимать, испаты еще могут отдать 15 раунд, но лишние вот эти 650 долларов они еще зарешают. То есть к тому же там Декстура вообще пистолет классно, вон Сотвик может по 250 подарить, ну это класс. Снайпер имеет такой дополнительный девайсик. Я просто, мне кажется, настолько больно будет из пади проиграть эту встречу. Да они сегодня уже проиграли, это вообще нереально будет. То есть они вроде, знаешь, проиграли, потому что варпасс был слабый. Но он не слабый у них, оказывается. Да, да, они слабо сыграли на варпассе, искоренили эту ошибку, и вот они все равно могут проиграть гамбит. Это будет очень обидно, потому что у них, по сути, вот два турнира в приоритете сейчас. Это лотбет и турнир, в которые проходят в это же время. И вот тут, ну сложно, сложно, ребята. Конечно же. И причем там и там СНГ-кабанда. Они такие, а можно нам европейскую тиму какую-нибудь? Можно уже как бы вот, ну не видите вот этого там СНГ-парня, которые нам в чат пишут, рафлят и так далее. Широ отсматривает центр. Будет ли выстрел по таймингам? Нет, не стал никого стрелять. По итогу из пада выживают все тут без потерь. Но на фане очень быстро выходит под бокс. Будет летать еще выход какой-то. Можно на самом деле одного игрока запустить, так гамбит частенько делают. Но вот стоит ли так рисковать при таком счете? Может какую-нибудь араундную верочку сыграют? Ну они прям намекают на какой-то сплит точке Б, потому что и бомбу уже вынесли верхнюю тэшку. Но надо шорт всегда законтролить. Если не законтролишь пробеты, то к тебе могут в спину прийти очень не вовремя. Но на этот раз у из пада надо похвалить, есть близкий игрок к длине, это Патси. И вот он еще сыграть может, если гамбиты немного захолдятся и так далее. Но они уже готовы сплитовать. Однако Финниган, ну попадает же в голову, да как он не убивает? Дима, все от тебя зависит. Одну спинку забирает, дальше встречает тэшку, и моментально забирают. БСБ свободно полностью. Как же обидно сейчас отдавать пятнадцатый. Возможно не отдадут, а Диминус есть в мидре. Не встречает Широ, а размин, размин не будет. Неужели это сейв? Да, это сейв. Два в три, но вы не можете выйти на ретейк на точку Б. Это не та карта, чтобы играть такой ретейк. Да как? Сейчас бороться только за допы с плохим баем. Ой, беда. Жесть, испада. У меня прям сердечко, честно, болит. Просто когда сегодня не мига вылетели, я такой, ну, я, конечно, подтапливал за них. Но они сыграли не очень, да, то есть там откровенно. Но были слабее на уровень, гендстрайк выждали. А тут испада прыгнули выше головы. Гамбит упали, лишь головы, возможно, своей, но ниже своего пика. И при этом все равно Гамбит на классе где-то переигрывает. Гамбит смогли собраться, самое главное. То есть они вот даже не самым лучшим образом проведя там какую-то первую, может быть, половину, реабилитировались на второй полностью. Ну, я просто, это, я не знаю, это настолько надо иметь железные нервы, чтобы смотреть и болеть вот на постоянке за какую-то из команд. Вот прям болеть всем сердцем. Не так, как мы, знаешь, типа, ну, тут две СНГ-команды, какая бы ни прошла, нам типа кайф. Мы посмотрим на чуть больше наших команд из нашего региона в более поздней стадии. Но вот когда ты болеешь за Гамбит, а эти парни постоянно камбэкаются, счета там 10-14 такое было за метабл матч за выход из группы. Потом вот сегодняшний, да, там оверпасс, где почти камбэк удался. И тут как-то на дайсе прям, я не знаю. Смотрим раунд, возможно, последний врывается на пац, и пац не хоронит первого. Протел еще одного. Вот так неплохо. Аксель подгорел, 54 кп остается, а из пата это фуловые. Но при этом всегда есть возможность у Гамбит либо войти быстренько на шорт, что более вероятно, конечно, это база B. С плитом можно туда выйти под несколько смоков. Уже не раз такую ситуацию переворачивала и одна, и вторая команда. Из меньшинства выбраться это не проблема, если вы пойдете именно в этом векторе. Попытается размен просто найти. Сотвика нужно пройти, сотвик стоит закрытую, при этом вообще никак не подставляется. Его должны либо гранатами выгонять, его просто закрыть смоками. Ну, молики есть, кстати. Ну, опасно, видишь, там снайпер смотрит окно, тут некому просто молик накинуть в такой ситуации. Иначе ты рискуешь очень плохой тайминг для себя словить. Но сотвик не уходит, он все делает крайне хорошо. И плюс у него есть декстер. То есть тут, если ты выйдешь на широком даже, тебя снайпер не убьет, заберет сотвик. И наоборот, такая ситуация работает. Сотвик аккуратно видит оппонент, он широко, святым широком здесь открывался. Также на фане каленым остался. Его, по идее, не пропустят здесь вообще никак. Ротация назад в мид. Разменяться не получилось. Променяем вектор. Гранат уже нет, то есть тут очень тяжело будет. А вы видите, дело, но сами побежали из пада на противника. Патси в прыжке погибает. Не, декстер. Декстер отличный выстрел по акселю. Это, возможно, чуть ли не ключевой выстрел получился сейчас. Но фениган еще в мидл сейчас ворвется. Чувствует оппонента. Не будет до конца идти. Очень опасно, на самом деле. Там так-то декстер в сон. Остался его кантри длина. Халпа идет в сити. Но халпу сейчас двух сторон тоже должны зажимать. Дима. Кой тап дает по голове. Остается один у два. Теперь на фане видит игрока на сити. Надо работать по тапу, но не ждет. Ну, вернее, ждал игрока еще из просвета. Тринадцатый отыграли из пада. Но потеряли три девайса. У них не будет уже двух авиков сто процентов. Так близки были сейчас из пада, чтобы проиграть. Потому что они остались пять в три. И вот просто полетели, отдали два фрага еще на халяву. Но там в какой-то момент, вот если бы Декстер в сон не попал, а были шансы промазать вообще, ну, пятьдесят на пятьдесят, раунд бы проиграли, скорее всего. Атака тринадцать-пятнадцать. Но опять же, и в этом раунде будет бай, и в следующем он габит. Поэтому из пада впереди два девайса, на которых надо потащить. И там уже все начнете с чистого листа. Интерс уже откидывает граната под баспена. Это раз укрепление. Это спады чувствуют, что они могут пойти на б-сайт. И у габит, судя по всему, направленность этого раунда именно на левую сторону. Поджим Тэшки тем временем от Декстера очень аккуратно вычисляет угол. Но непонятно. Да-да-да, он как раз смотрит в вход в Тэшку. Ах, флешка. Флешка отличная. Декстера прогнали. Открывается повторно. Но теперь уже за колонны соперник. А он не читает. Он не читает. Но при этом есть тиммейт рядом. Он тут два игрока. Атаки на перевес. Как опасно. В итоге прогоняют их. Увидели первого и второго. И Супра еще и минус по Декстеру дает. Бог ты мой. Хаешка в ответ вообще ноль демеджа наносит. И при этом из спада ничего взамен не забрали. Ни позиции не захватили. Абсолютно ничего. А бомба-то идет вообще под точку А. Да, и шорты некому принимать. Снайпер тоже погиб. Начинает смещаться Фениган уже под это направление. Как же все сейчас плохо для из спада. И только стрельба от патси может спасти. Да, сотвик держит спину, чтобы вас не задавили через банку. Он сам может выйти на зигзаг. Это будет шикарный тайминг для из спада. Да, и ты посмотри. Гамбит, судя по всему, ратируется под базу бетом. Столько спин можно собрать. Но как же по таймингу не успевает Фенинга. Надо жить. Надо убивать. Какой спрей мог по двоим прилететь. И слишком поздно в спину играть. И защита обходит. Надо жить. Надо просто жить Диме. В скором времени прибежит. Калпабик Деграга обмидли. Но два синхронных трага. Патси отстается один против четверых. И уже ли это раунд для Гамбит? Это раунд для Гамбит. Ну, один в четыре. Какой ретейк? Это 16-13. И спада вылетают с турнира. Лутбет сезон номер шесть, к нашему сожалению. Но тут, понимаете, как бы и так, и так было бы больно. Если бы Гамбит вылетели, тоже, я думаю, все бы рвали волосы у себя на голове. Тем более 80% чата топили именно за них. Я знаю, но и спада это вот прям огромный респект. Я сегодня говорил, мол, отцам не мигу, что они вовремя спохватились на второй карте. Но и спада сделали куда больше. Они почти победили одного из фаворитов данного турнира. Возможно, самую сильную команду, не побоюсь этого слова, на данном турнире. Ребята молодцы, им отдельный респект. И еще в чатик можно там сердечки почитать и поддержать обязательно ребят. И вот опять же мы вместе с Шейлом изначально так делали. Выбор именно в пользу команды Гамбит. Но за и спады сейчас было невозможно не болеть, не переживать. И, друзья, большое спасибо вам за то, что вы присоединились к данной трансляции. Продолжаются майские праздники. И самое главное, что продолжается данный турнир. Это уже плей-офф стадии. Каждый матч, матч на вылет. Каждый матч приближает победителя к 50 тысячам долларов, которые здесь разыгрывают. Завтра целых три. Бест оф три. Поэтому обязательно приходите. Мы же с вами на сегодня прощаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...